99,6 это Финам ФМ, программа Про и Контро в студии Константин Андреев, аппаратный продюсер Ирина Буцкая, звукорежиссер Иван Куприянов. Спасибо им, что они помогают делать нашу программу. С какими трудностями сталкивается производство в России? Этот вопрос я каждый вторник в 11 утра с 11 до 12 задаю нашим гостям в этой студии. Как правило, мои гости это представители компании, которые имеют смелость развивать свое производство, пусть даже маленький производственный бизнес в нашей стране. Но сегодня у меня уникальная есть возможность задать этот вопрос не представителю не маленькой компании, а руководителю очень даже большой, как это сказать, очень даже большого... Большой производственной компании. Большой производственной компании, который, ко всему прочему, написал еще статью о том, как, собственно, с какими проблемами сталкивается производственный бизнес в России. А статья так и называется «От чего в России производить трудно?» Это больше похоже, как «Кому на России жить хорошо?» Такой парафраз такой даже. Сегодня у нас в студии Дмитрий Удрос, генеральный директор промышленного союза «Новое Содружество», совладелец завода «Россельмаш» и еще у вас завод лакокрасочных... Лакокрасочный завод. В Канаде у нас несколько активов. Это не производство в России. Мы говорим про производство в России. Канаду оставляем другому континенту. Я посмотрел вашу статью. Очень интересно, но она скорее напоминает такие тезисы. То есть там она не очень такая развернутая. Такие вкратце проблемы и пути их разрешения. А перед тем, как писать этот материал, собственно, что меня заинтересовало, почему мы решили вас пригласить. Скажите, вы как-то основывались на... Вы собирали какую-то информацию или просто основывались на эмпирическом личном бизнес-опыте? Ну, естественно, при условии, что, насколько я понимаю, в бизнес вы вошли в 90-х. Да, в 90-х. В середине? В 96-й год. В 96-й. Ну, то есть уже не совсем было плохо, но еще и до кризиса. Ну, было интересно, по крайней мере. Было видно, куда идти, что делать. Сейчас, мне кажется, ситуация немножко другая в России. То, что я написал в этой статье, касается, в первую очередь, конечно, нашего опыта. Мы сравнивали, собственно, наше производство, которое мы имеем здесь в России, с американским. Вы имеете в виду Ростельмаш? Ростельмаш. Именно сельскохозяйственную технику. Да, именно сельскохозяйственную технику. Конечно, потом посмотрели, как еще, в каких еще странах какие условия. И как бы становится ясно, что сейчас в России для производства, ну, не самые, скажем так, лучшие условия. Это легко показать, ну, вот, если брать машестроение, та область, которая нам, собственно, близка. Что важно? Важно, что в прошлом году мы вступили в ВТО, а это уже конкуренция даже не столько предприятий промышленных, сколько экономик. Условий, которые присутствуют в каждой стране для того, чтобы производство развивалось. Ну, давайте сравним такие простые вещи, зарплату, например, и налоги на нее. Ну, вот сборщик, неквалифицированный сборщик у нас на заводе в Канаде получает, примерно, полторы тысячи долларов. Что значит неквалифицированный сборщик, который закручивает гайки? Это человека, которого только что взяли на работу. Это, как правило, люди с Филиппин, там и так далее, иммигранты. Ну, это тоже присутствует в Канаде. Этого человека надо обучать, как бы он учится, но ему можно платить полторы тысячи. Это такой минимальный там уровень для того, чтобы встать на корме и работать. У нас в России это где-то, ну, в районе тысячи будем считать, так вот условно. У нас по заводу средняя зарплата сейчас 30 тысяч рублей. Ну, вот возьмем ее. В Америке налог на зарплату, на такую, на полторы тысячи, это 33%. 3-4%, как правило, люди экономят за счет всяких вычетов. У них где-то порядка 25 вычетов, 20-25 разных. Это там на детей, на образование, на пенсию и так далее, и так далее. В итоге получается 30. Добавляем НДС американский, там 36-37%. То есть он 3 зарплаты из полтора тысяч он получает на рынке 900? Получает он 28 тысяч. Минус 38%. Почему 28? А, в смысле, вы имеете в виду годовую зарплату? Да, нет, чистыми полторы месяца он получает, да. Годовая, вот со всеми вычетами, там, у него получается где-то 28 тысяч. Примерно. Ну, давайте, нет, давайте все-таки мы будем говорить какими-то месячными нормами, потому что... Давайте месячными нормами. У нас, да, у нас в сознании все-таки... Хорошо. На полторы тысячи мы платим там 35, 36, 37% налога. У нас на зарплату 1000 долларов, я имею в виду тоже примерно того же человека, тоже на конвейере работает. У нас 83% налог на зарплату, НДС, все эти ЕСНы, подоходные, все вместе посчитать 83%. На полторы тысячи, если полторы тысячи мы человеку будем платить, это 80%. То есть больше, чем в два раза налог на зарплату в России превышает. Понимаете? То есть мы примерно те же деньги платим людям на конвейере, что и в Америке. То есть конкуренция. Но смотрите, вы же не перевели... Сразу встречный вопрос. Но вы же не перевели все свое. Вы человек бизнеса. Вы человек бизнеса формации 90-х годов. То есть умеете считать деньги, насколько я понимаю. Вы же не перевели все свое производство. Не вывели в страны или, скажем, регионы, где вести такой бизнес легче. Я понимаю, что из Канады тяжело потом возить комбайны в Европу или в Россию. Где понадобятся комбайны? Там и Украина, может быть Белоруссия отчасти. Но тем не менее, вы же не стали там, например, их делать где-то в Болгарии? Где может быть легче это сейчас делать? Почему не стали? Вот в Америке мы делаем сейчас. Нет. Но тем не менее, вы же сохранили производство в России при условии, что вот такие вот сложности? Не, ну естественно, производство сохранено. Но вот, например, пять лет назад или шесть лет назад перед нами стояла четкая задача. Мы имели только комбайновое производство. Мы понимаем, что чтобы конкурировать, надо иметь полную линейку. Это тракторы, это пассивные комплексы и так далее. Когда встал вопрос, где это производство развивать, то есть да, мы посмотрели в России активы, да, привлекательно было тогда, кстати, ну можно было купить. Мы посмотрели на Украину и остановились в итоге на Америке. Вот купили американский завод. Хотя, наверное, могли побежать и развивать там вот Харьковский на Украине тракторный завод. Он реально обсуждался в тот момент. Но те условия, которые на Украине, я считаю, ну как бы это не совсем комфортно. А вот накануне президенты у нас встречались Путин и Янукович. И активно там, среди прочих тем, активно развивалась тема вступления, ну или по крайней мере какого-то частичного присоединения Украины к таможенному союзу. Как вы думаете, это каким-то образом облегчит, например? То есть вот такая связка экономическая облегчит какой-то, например, возможность перетекания бизнеса, да, в первую очередь производственного бизнеса на Украину? Или в этом нет никакого смысла экономического? Абсолютно имеет смысл это. И это было бы очень хорошо. Почему? Потому что у нас, например, есть тоже на Украине предприятие. Я скажу так. Во-первых, этот вот НДС, который присутствует. У нас же с Украины реально как в Европу завозить. Заводишь, собственно, на Украине платишь НДС. Отягощает это взаимную торговлю. Второе, с Украины, вот имея производственное предприятие на Украине, мы реально столкнулись с тем, что на экспорт НДС не получить на Украине. Возмещение НДС, если в России оно работает, мы, например, не имеем проблем. Большое предприятие нас знает, собственно, налоговое знает нас, хорошо проверяет. У нас вопросов нет с НДС. Но на Украине мы ничего не можем возместить. Вот пять лет у нас он копится, копится, мы возместить его не можем. То есть вот все это, кстати, ну, если мы будем в едином пространстве, не будет НДС, но, наверное, как-то полегче будет работать, как с Казахстаном, собственно. У меня такой вопрос вот к предыдущему, да. Каким-то образом, понятно, что вы крупное предприятие, тем более, что вы предприятие, которое работает в такой отрасли. Во-первых, это машиностроение, во-вторых, это сельскохозяйственное машиностроение. Которое, в принципе, ну, так или иначе государству, я имею в виду, как институту, интересно, да, потому что у нас, а, есть сельское хозяйство, и, б, мы бесконечно на государственном уровне, государственные мужи разных, так сказать, степеней и значимости говорят, что нам надо развивать производство, нам надо развивать производство. Ну, не все же нам пестовать Уралвагонзавод и танкостроительные всякие истории. Надо пестовать и гражданское, там, машиностроение в том числе, не получается у нас, к сожалению, на мой взгляд, сколько не вкачиваем денег в автомобилестроение, я имею в виду обычных машин, да, ну, хотя бы вот в какие-то. Каким-то образом государство к вам приходит или вы к нему приходите и говорите, там, нам нужна какая-то помощь, пусть не материально, а в каких-то там моментах, да, и как эта помощь осуществляется, если осуществляется? Не, ну, конечно, у нас очень плотная работа с государством, 6 лет, 8, извините, 8 лет назад создана ассоциация, Росагромаш, ассоциация объединяет всех сельхозмодостроителей России, ну, почти всех. А сколько их? Ну, сейчас в районе 100, ну, это разные предприятия, и маленькие, и большие, ну, где-то такое количество мы берем. Мы постоянно обращаемся к правительству, значит, свои какие-то предложения делаем, обсуждаем то, что правительство собирает, ну, вот с ВТО была у нас очень большая дискуссия, на самом деле. Вы противники, я так понимаю, были. Мы принципиальные противники вступления в ВТО на тех условиях, на которых вступили, мы не против этого, но вот те условия, они нас не устраивают совершенно, потому что, во-первых, договоренности по пошлине были, там, там, 5-6 лет назад, нас, как ассоциацию, никто в известность не ставил, ну, вот договорились переговорщики, вот вам такая пошлина, понимаете? А сейчас костыли, нам предлагают, значит, разные костыли, которые, как бы, помогут, вот, избежать падения производства. О костылях поговорим сразу после выпуска новостей, я предлагаю нашим радиослушателям присоединиться к нашей дискуссии 65 10 99 6, телефон в студии 495, префикс, код города Москвы, финам.фм, страничка программы про и контр, уходим на новости. Продолжаем, у нас в гостях Дмитрий Удрос, генеральный директор промышленного союза «Новое Содружество», совладелец завода «Россельмаш». Мы продолжаем беседовать о сложностях российского производства, российских производителей, основываясь на статье, которую написал Дмитрий. Статья называется «От чего в России производить трудно». Если у вас есть какие-то замечания по этому поводу, может быть, вы не согласны с Дмитрием, а то с тем, что он говорит, или наоборот, хотите дополнить. С удовольствием послушаем ваше мнение, присоединяйтесь к нашей дискуссии 65 10 99 6, 495, код города Москвы. И можно также написать нам на страничку финам.фм, программа про и контр, отдельная там кнопочка есть, пишите, звоните. А мы пока продолжаем. Мы первую четверть часовку закончили на том, что государство предлагает вместо полноценной помощи производителям, в том числе крупным производителям сельскохозяйственной техники, костыли. При условии, что изначально не стало спрашивать государство при вступлении в ВТО, не стало спрашивать мнение непосредственно бизнеса, который этим занимается. А если можно чуть подробнее, ну не очень длинно, но подробнее, что за костыли предлагает государство, и можно ли хотя бы одним из этих костылей воспользоваться и нужно ли? Ну вот смотрите, вот пример прошлого года, позапрошлого вернее. В декабре 2011 года обсуждался активно такой утилизационная премия. Да, да, да. Это не касается автомобилестроения, это нас касается. Ага. То есть если крестьянин сдает поддержанный комбайн, то ему платится, ну как бы покупает новый российский, естественно, ему платится определенная премия. Ну как бы стимулирует обновление парка. Ну это то же самое, как было с российскими автомобилями просто. Примерно то же самое. Это была программа заявлена, очень шумно, активно, это как раз перед выборами, да, это все было. Ну рынок встал, просто все ждали этой программы, когда же она заработает, как раз было в декабре. В итоге, значит, там, к лету сказали, что нет, программа работать не будет, деньги пустим на другое. Полгода реально вот мы практически ничего не могли продать. Вот такая вот была помощь, которая как бы не помогла. Это как бы из негативных таких примеров. Ясно, что мы просим определенные вещи, которые, понятно, помогут. Вот, например, сейчас мы о промышленной субсидии говорим. ВТО запретило субсидирование крестьян сейчас, если не покупают российскую технику, ставки имеется в виду кредитные. И вот, чтобы компенсировать это, работает такая промышленная субсидия, будет работать. Это, опять же, компенсация крестьянину через промышленное предприятие. То есть деньги идут нам, мы снижаем цену для крестьянина. Надеемся, это будет работать. Скажите, а с каким, производя в России комбайны, сельскохозяйственную технику, с каким количеством конкурентов иностранных, и что это за иностранные конкуренты вы сталкиваетесь? И каким образом в этом смысле государство, например, ограждает отечественного производителя, вас, в лице вас, от экспансии, там, ну, я так понимаю, что кто немцы производит, кто... Нет, но существует... Сейчас в России, собственно, конкуренция идет с четырьмя основными производителями мировыми, они во всем мире, как сказать, мейджоры. Это John Deere, Klass, ACA и C&H. Четыре компании. Я не очень в теме, поэтому, если можно, какие страны? Америка, две компании из Америки, даже три, наверное, компании, я бы сказал, из Америки и одна из Германии. Ну, плюс, если конкретно касаться комбайнов, это Гомельский завод, наш конкурент, который находится в Белоруссии, уважаемый, вот с ним мы тоже сражаемся. У нас к нам присоединился Василий. Василий, добрый день. Добрый день. Здрасте. У вас есть какое-то замечание? У меня есть вопрос. Уже, на самом деле, частично на него ответили. Нам все-таки хотелось бы еще некоторое дополнение. На прошлом году была, оказывается, такая программа для производителей покупки российской техники. Либо это через Росагролизинг, что ли, либо это напрямую, я, честно говоря, сейчас не помню. Вот. Эта программа, она уже закончилась, она работает, и если она закончилась, то компенсировали ли государство вам расходы? Как это выглядело? Вопрос понятен? Да, понятен. Ну, в прошлом году две программы реально работали. Это компенсация ставки. Если Кристиан не идет, покупает технику в кредит, берет кредит в банке, ему, значит, две трети ставки компенсировало государство. ВТО запретило это. С этого года все это не работает. И вторая это Росагролизинг. Работала такая программа. Значит, на этот год Росагролизинг, государство обещает ему денег дать опять, и Росагролизинг будет работать. Но я вот, что хотел бы сказать. Мы как ассоциация, конечно, можем там что-то просить у государства, и оно нам что-то дает. Какие-то вот такие вот, конкретно нам там для отрасли некую помощь. Я бы хотел говорить о том, что сейчас вот реальные условия в России такие, что даже с этими костылями, грубо говоря, не очень выгодно производить, понимаете? То есть это масса вещей, это вот налоги, это тарифы на электричество. Ну, мы на заводе 3,70 платим, в Канаде 2,50. Ну, почувствуйте разницу. А у нас где-то в России до 5 рублей, говорят. Я сам не знаю, но вот есть люди, которые жалуются нам. У нас вот 5 рублей там где-то в Калубии. За киловатт. За киловатт, понимаете? Ну, то есть все, чтобы не производил человек при таких затратах на электроэнергию, все становится золотым просто. Труд у нас растет. Рано или поздно мы как бы выходим, движемся в зарплате, никуда от этого не денешься. Там в Китае 250 долларов. У нас все-таки, ну, как я говорю, у нас там 30 тысяч на заводе. А вот этот момент, кстати, каким-то образом можно решить? То есть, ну, вы привлекаете к работе условных, так называемых, гастарбайтеров? Нет. Мы не привлекаем, потому что уровень квалификации, который нам требуется, эти люди не любят. Хорошо, а у вас есть вот лакокрасочное производство. При том, что оно выросло тоже из, да, из потребности обеспечивать, опять-таки, машиностроительную часть, но было довольно быстро перепрофилировано. Да, туда вы, боюсь сейчас соврать, как называется компания? Эмпелс. Эмпелс. Туда вы привлекаете на какие-то хотя бы неквалифицированные работы? Нет, нет, у нас, нет, все-таки, ну, это химия, химия все-таки тоже требует. Есть у нас такая, как бы, фасовщики, фасовщики, но вот туда идет народ, да, это как бы не слишком квалифицированный труд, но, откровенно говоря, местными, как бы, закрываем, не требуется нам пока. 65, 10, 99, 6, 4, 9, 5, код города Москвы. Олег к нам присоединяется. Олег, добрый день, слушаем вас. Алло, здравствуйте. Здравствуйте. Дмитрий, несколько вопросов. Первое, что я не совсем понял о рассуждениях о зарплате и налогах, помимо страховых взносов и подоходных, НДС привели. Второе, по Украине, что не возвращает НДС, всем не возвращает НДС, или, может быть, вы, как москали, и на вас отыгрались по полной. И третий... И третий? Третий, Росагролизинг, Елена Скрынник, где мифы, где реальность, если можно. Спасибо. Давайте по порядку. Зарплата и все выплаты с зарплаты. Ну, зарплата и все выплаты с зарплаты. Значит, ну как, у нас какие налоги существуют? Подоходный, ЕСН, травматизм, фонды и НДС. Почему НДС? Ну как? А НДС это налог, который берет зарплаты с амортизации. Налог на добавленную стоимость. Мы зарплату платим, добавляем стоимость к сырью. Соответственно, с него идет налог НДС. Поэтому вот если все их просуммировать, там достаточно непростая система суммирования. Это не просто там один к другому прибавить. Один на один налог накладывается. Вот. Получается вот на зарплату 1000 долларов 83%. Ну это как бы любой, любой бухгалтер это подскажет. Я объясню почему. Украина. Украина, ну, наверное, такой эффект присутствует. Но, насколько я понимаю, не крупному бизнесу, а у нас там не крупные предприятия. Не крупному бизнесу это, ну, сложно. А крупному легче или наоборот сложнее? Ну, а кто такой крупный бизнес? Это металлурги, это сырьевики. На Украине так же. Ну, они, да, я думаю, они достаточно легко получаются. Производство. У вас нет знакомых, ну, как-то, не обязательно в отрасли, но как там, вы же общаетесь, там, в бизнес-сообществе. Нет людей, которые активно пробивают вот эту историю, не сырьевую производства на Украине, выводы производства на Украину. И может быть, как раз вот это лоббирование интересов, присоединение Украины там хотя бы... Нет, не помню, но на Украине не лучше, чем... Туда не стоит. Я не вижу плюсов Украины, чтобы туда выводить производство. Не вижу никаких. То есть в России все-таки более, ну, какой оно не есть, законодательство. Ну, вот опять же МДС, я же говорю, простой пример. То есть у нас, мне кажется, уже вот если компания реально экспортирует, вот реально, она не просто там бумагами занимается. Ну да. В налогу выносит. А реально экспортирует, ей все-таки возмещают. Вот. На Украине вот мы реально, как экспортеры, у нас там окрасленное производство, мы не можем получить, хотя у нас все есть документы. Вот есть как бы, ну, общее такое мнение, что, ну, как бы, ребята, давайте, как бы, мы вам не будем платить, вы потом это как-то, там, съедите этот МДС постепенно, понимаете? И последний вопрос от Олега был про Елен Скрыник, Росагролизинг, мифы и реальность, он просил вас рассказать, в чем там проблема. Ну, такая тема, на самом деле, не маленькая. Ну, достаточно сложно, наверное, вот, как сказать, ну, во время общения, как сказать, работы с Росагролизингом, когда я им руководил, Скрыник, ну, во-первых, закупалась иностранная техника. То есть, преференций не было вам никаких? Преференций никаких, собственно, не было. Вот, потом... А можно, уточняю еще вопрос, а насколько дороже комбайн иностранный, американский? Ну, берите 30%, наверное, в среднем будет так. В более топовых моделях это еще выше. Где-то совсем, иностранцы тоже, как бы, эволюционируют, они сейчас на российский рынок, вообще на рынке третьих стран, как бы специально делают машины, которые, ну, скажем, для третьих стран. Ну, понимаете, и как бы приближаются к нам по цене, учитывая, что наши издержки растут. Мы же в рублях живем, фактически, наши все затраты в рублях. Электричество у нас на 15% в год растет, зарплата там, условно говоря, на 10%, там, что-то еще, опять же, все. Доллар стоит. Доллар стоит, соответственно, наши издержки в долларах растут. У иностранцев, как бы, импорт, чистый импорт, доллар стабилен, у них цена не растет, понимаете, да? То есть мы, как бы, в долларах наше производство дорожает, у иностранцев стабильная цена. То есть это, как бы, минус такой. То есть надо тут и с валютной политикой думать. Надо ли государству еще раз доносить мысль до государства, там, до того же Минсельхоза, да, что российскому производителю надо как-то помогать? 10 секунд. Да, доносим. Вот форум. 20-21 марта будем организовать Московский экономический форум. Уважаемые люди будут участвовать. Судовничай, Гринберг. Поговорим об этом буквально через полторы минутки. Сейчас уходим на новости, не переключайтесь. Про и Контро продолжается. 65 10 99 6 495 префикс Москвы. Звоните в финам.фм, страничка программы Про и Контро. Продолжаем говорить о том, от чего в России производить трудно. Такая непростая у нас беседа складывается, интересная. Дмитрий говорил буквально две минуты назад о том, что в Москве пройдет форум. А если можно, буквально две минутки подробнее, что за форум, кто инициатор, что будет обсуждаться. И что вы хотите добиться, собственно, этим форумам? Что мы хотим добиться? Мы хотим, чтобы услышали не только вульгарный либерализм, не только идею вульгарного либерализма. Потому что сейчас все-таки, мне кажется, такая общая идея, что надо основные индикаторы держать. Там, условно говоря, инфляцию, как-то со ставками что-то работать, а остальное все само вырулит. Вот эта политика, которая продолжается последние, я бы сказал, может, даже 15 лет, она приводит к тому, что все невыгоднее, невыгоднее, все меньше производств, все больше идет импортно, закрывается внутри России, шире ворота для импорта и так далее. Значит, 20-21 марта, да, вот такая инициативная группа, Руслан Гринберг, директор Института экономики РАН, Виктор Садовнич и Константин Бабкин, это мой партнер, президент нового Содружества. Они вот выглядели такую идею, давайте вот еще людей послушаем, вот не только тех, кто приходит на Петербургский экономический форум или куда-то. Давайте вот другое мнение послушаем. И вот придут много известных людей, уважаемых людей. Ну, можете назвать пяток фамилии именно представителей компании, которые занимаются каким-то производством? Есть у вас в списках сейчас? Кто придет? Да. Ну, я так конкретно за списками не слежу. Ну, нет-нет, но на память кто-нибудь приходит? Кто приходит на память? Именно из производителей. Ну, я приду. Так, уже хорошо. Нет, ну, люди будут, я, честно говоря, сам вот им конкретно форумом не занимаюсь, но народ будет. Можно заглянуть на страничку в интернете, там фотографии, фамилии всех этих людей. А он открыт там, если нас сейчас вдруг слушают люди, которые захотят высказать или как-то послушать, по крайней мере. То есть зарегистрироваться можно. Еще раз, 20-го. 20-го, 21-го. 20-го, 21-го. Предполагается в МГУ он будет. 21-го марта. Ну, понятно, садовничай, свою площадку предоставляй. Так, и что же вы хотите добиться? Мы хотим объяснить, вложить в уши правительству, что надо корректировать, мягко говоря, экономический курс. Корректировать надо курс. Надо сделать так, чтобы кредит был доступен. Потому что те кредитные ставки, которые сейчас, ну, для того же крестьянина, это 16%. В Америке это там 4-5. Ну, как вот ему развиваться? На какие деньги? И причем субсидирование ставки отменено. Как? Раньше он 15% получал, шел, государство ему субсидировало. Там 2-3 нет ставки, но ставки рефинансировали. Сейчас у него нет. Вот у него 16%, все, иди, получай. И за эти деньги, как бы, плати каждый год по 16%. В Америке он 4% платит. Поэтому в Америке он технику более активно обновляет, у нас менее активно. Ездит на старой. Нам, как производителю, это невыгодно. Мы о чем и говорим? Давайте сделаем ставки. Пусть крестьянин богатеет, развивается, ничего страшного не будет. А у нас ставка 16%. Во всем мире кризис, ставки снижаются, государство накачивает экономику деньгами. У нас, наоборот, придерживают деньги. Нельзя, нет, не надо. Нам нужна экономическая подушка, на которую мы когда-нибудь все упадем. Деньги в виде налогов изымаются. Мы же все платим налоги, деньги изымаются. Они не все тратятся. Всякие фонды там лежат. Плюс тратятся на всякие интересные мероприятия. Ну, надо бы меньше изымать из экономики денег, больше оставлять. Люди разберутся, куда их потратить. Я задаю всем, без исключения гостям, вопрос. Создаются ли... Вот вы, человек, который пришел и сказал, вот у нас есть инициатива, вот форум. Форум это хорошо, но это, к сожалению, два дня. И есть у меня большие сомнения, что все посылы этого форума, а я не сомневаюсь, что их будет много и прекрасных, все они будут услышаны, так сказать, теми людьми, кому они, собственно, посылаются. Есть ли у вас какое-то объединение, которое может, я бы не назвал это лобби, хотя, в принципе, это нормально, да, что в политической системе, а государство это, в первую очередь, политическая машина, есть люди, которые лоббируют те или иные интересы. Мы сейчас не говорим там, я знаю, что вы вот, например, активно выступаете за легализацию оружия. Я? Да, нет? Это однофамилец. А, это ваш однофамилец? Нет, нет, я не выступаю. А, вы не выступаете? Я не выступаю. А, все, извините, тогда ладно, проехали. У меня есть оружие, но я против легализации. У вас есть оружие, но вы против. Хорошо, ладно, я хотел как-то так красиво завязать, не получилось, ладно. Возвращаясь к теме лоббирования, есть ли какая-то структура или, может быть, идея о создании какой-то структуры, которая в политическом ключе, да, будет лоббировать интересы? Вас, ваши, вашего предприятия, отрасли в целом, бизнеса производителей? Ну, у нас давно эта идея витала, и на самом деле мы, вот, существует партия, партия дела, если о ней говорить. Партия зарегистрирована, мы, значит, долго, как бы, до определенного момента пытались ее зарегистрироваться, у нас не получалось, несколько лет отошел процесс. Вот, ну, вот сейчас, в этом году она зарегистрирована. Полноценная партия. Вот, как бы, как будем участвовать в жизни, ну, посмотрим политически. Пока вот площадка есть такая. Насколько партия большая, или это вот тот самый, пока, ну, не хочется обижать, но политически карлик, о которых вот кричат крупные, так сказать, партийные лидеры крупных партий, да, что вот, сейчас мы вот разрешим, и там, типа, порог будет минимальный, 500 человек, там, и сейчас понаплодится этих каких-то микроскопических, значит, объединений, которые будут только пространство. Партия маленькая. Партия маленькая, но, как, имеется 50 отделений, есть сторонники, как бы, это зачаточное, реально, такое зачаточное, как бы, естественно, требуется финансирование. Мы, чтобы вот полноценной быть партией, в таком национальном масштабе, это, конечно, там, совершенно другие деньги, это, наверное, надо объединяться. Тем не менее, вот объединяться, я как раз хотел спросить об объединении, есть же, ну, объединяться надо на чем-то, да, то, что называется платформа-программа. Что касается, примитительно, нашего разговора, улучшения жизни производителя, российского производителя, есть какие-то, так сказать, идеи у партии? Или, по крайней мере, направление в сторону идей, в вектора? Ну, естественно, мы, как бы, есть программа партии, да вот все идеи будут на этом форуме, можно прийти и послушать. Наши идеи очень простые, давайте, давайте вот создадим ряд условий, давайте поменяем политику экономическую. Вот я об этом все, вот сегодня, сколько мы час общаемся, вот об этом и говорю. Давайте вот сделаем так, чтобы на Руси, как говорится, было выгодно производить. Это не только производитель, не мне там персонально, понимаете, потому что у нас вот 8 тысяч человек работает. Вот у нас был коллега, вот совсем недавно был такой красноярский комбайнный завод. Вот на наших памятях, там, 10 лет назад мы реально конкурирули. Мы делали там 5 тысяч, они делали там, допустим, 2 с половиной. Был такой завод, там работало, там, 3 тысячи человек, условно говоря. Приличное производство, там, с достойной школой и так далее, и так далее. Вот сейчас этого завода нет, все, вот он закончился, он не работает. Где эти люди? Ну, наверное, нашли себе место. Но это явно не то место. Страна, как бы, деиндустриализируется. Давно? Давно? 15 лет я вижу это. Но вы говорили, что, например, когда вы в 90-х, в середине 90-х начинали заниматься производством и бизнесом, вы говорили, было интересно. Что случилось, по-вашему? Почему в 90-х было интересно? Хотя был хаос, разгроты, шатания, другие цены на нефть, жирных годов еще к тому моменту не наступило. Хотя понятно, что и через 2 года бабахнул, если говорить о 96-м, там, да? Через 2 года бабахнул кризис, который уронил, там, огромное количество людей и производств в том числе, да? И, может быть, срубил на корню, ну, я не буду говорить по цифрам, потому что не знаю, но наверняка зарубил на корню массу каких-то хороших начинаний и идей, просто в силу того, что людям не хватило денег выплыть. Вот. А сейчас, когда прошли жирные 2000-е, и сейчас еще, в общем, все не так плохо, то есть вот кризис, который был 2008-го года, ну, не такой страшный. Ну, то есть, по крайней мере, как-то... Или страшный для вас был? Ну, мы в полтора раза упали. Вот реально, очень вялый спрос сейчас, вялый, слабый спрос. Если мы до кризиса продавали, там, не менее 5000 комбайнов, то сейчас, если мы 4000 продаем, это, как бы, ну, хорошо, мы считаем, очень удачный год для нас. Ну, хорошо, но тем не менее. Почему? Ну, понимаете, ну, просто модель выбрана. Тогда никакой модели не было. Тогда просто вот все занимались всем, рынок был пустой, практически не было никакого импорта. Были ниши, можно было национальному производителю занимать эти ниши. И 1998-й год, на самом деле, в каком-то смысле, помог возрождению промышленности, потому что резко упал, как бы, случилась девальвация, наши затраты в рублях относительно доллара, ну, понимаете, да? И, как бы, промышленность поперла. Это были такие, для промышленности неплохие годы. Затем, вот эта ориентация сырьевая, понимаете? То есть, в стране, значит, есть вот такое ясное и понятное мнение. Надо, значит, добывать нефть, получать за нее доллары, на этой доллары закупать импорт и кормить страну. Зачем нам внутреннее производство? Ну, зачем, вот реально? Я вот сейчас, в апреле 2011 года, вы журналу «Советская Сибирь» сказали буквально следующее. Я сейчас вас процитирую. В 2010 году Россия стала крупнейшим в мире производителем нефти и нефтепродуктов. Мы потребляем лишь четверть от того, что производим, а стоимость топлива в нашей стране при этом в несколько раз выше, чем в тех странах, куда мы ее экспортируем. Ну, дальше вы тут говорите по цифрам, причем там какие-то просто в Венесуэле литр бензина 92-го стоит всего 2 цента, то есть 60 копеек. Если так пойдет и дальше, то все меньше предприятий в России будут работать и развиваться, и все больше наших граждан начнут считать свою страну некомфортной, дорогой для проживания. Имели ли вы в виду, сказав это, что и производители будут нашу страну считать дорогой для развития собственного производственного бизнеса? Ну, безусловно, к этому и идем. Нет, ну по нефти это же все понятно. То есть мы вот делаем, как сказать, мы производим нефть. Мы очень крупные в мире производители. И газ. И газ. Да, по газу мы еще пока вот на заводе платим там 150 долларов. Условно, нет, подождите, не 150. Да, где-то 170 уже. 170 долларов платим за газ. Да, в Америке еще пока 400. Но тоже ВТО нас заставляет в течение там, не помню какого определенного периода, выровнять цены. Почему мы, как у нас в стране, мы этот газ... Почему мы должны там держать цены такие же, как в Европе, где газа вообще нет? Почему в Америке там вот все ездят на 85-м бензине, у них бензин в Канаде, вот конкретно, я на заправку подходил, смотрел, он нажал на каркуляторы, но дешевле бензин получается. Да, это там не 92-й, но дешевле на нем ездят, понимаете? Это же все по карману бьет. Учитывая наши дороги, в итоге все транспортировочки становятся дороже. Все очень просто. Мы, как производитель газа и нефти, мы должны, чтобы у нас внутри, в стране, бензин стоил дешево, ничего в этом страшного нет, я не вижу никакой проблемы в этом. Почему мы должны там ориентироваться на Европу? Да, у них дорого, но они не добывают. У нас дешево, потому что мы добываем. А мы вступили в ЭТО, теперь мы обязаны доровнять. Вот скоро у нас там будет один евро, наверное, стоит бензин. Нам это с вами вот хорошо, как потребителям. Нам с вами это плохо, как потребителям, но принципиально вам, как производителям. Ну а как же, ну как, мне же доставляют, я же вот как, у меня есть поставщики, которые где-нибудь там в Оренбурге находятся, он везет машинкой. Бензин евро стоит, если он стоит евро, ну значит мне доставка с другие деньги обойдется. Вот и все, экономика очень простая. Вы так раскладываете, прям идеально просто все, а на деле получается, что, ну что же, нет экономических каких-то советников, да есть их полно. Либеральное все, понимаете, вот все либеральное. Надо, вот ориентируемся на эту модель, проамериканскую, как условно говоря. Я не говорю, что Америка, Америка как раз очень хорошо себя защищает, своих производителей и так далее. Сейчас про проамериканскую модель и про применение ее на российской почве поговорим сразу после выпуска новостей. Не переключайтесь, встретимся буквально через полторы минутки на 99. Здесь про и контр, продолжаем. 15 минут осталось до конца нашей программы, поэтому если вам есть что сказать, или может быть у вас есть какие-то вопросы к нашему гостю Дмитрию Удрусу, российскому предпринимателю, одному из основателей промышленного союза «Новое Содружество» и генеральному, нет, как, сейчас секундочку потерял, и совладельцу завода «Россельмаш», хватит, да? Хватит. Хватит званий. То звоните, присоединяйтесь к нашей дискуссии 6510-996-495, код города Москвы и сайт finam.fm, страничка программы «Про и Контра». Пишите, обсудим, поговорим. Я хотел бы вернуть нас на полчаса назад, но только в смысле темы. Вот так, на чем в современных условиях может сэкономить российский производитель? Вот при том, что вот все сейчас так, как мы с вами говорили. ВТО, налоги, проблемы, невнимание к проблемам. Сейчас вот к нам присоединился Семен. Семен, добрый день. Алло. День. Я про либеральную модель, потому что она подразумевает предстоятельное управление рынком участниками средствами, да? Не через государственное управление. Но в таком случае, будьте добры, не собирайте налогов. Потому что в цене топлива налоги старают чуть не больше половины. Правильно, правильно, да. Вот. И, собственно, если вы собираете налоги, то направляйте их на поддержку. Вот мы правильно. Приходите на форум, мы о том же самом говорим. Экспортную пошлину надо повысить, акцизы внутренние понижать. А происходит все наоборот. Акцизы растут, мы с вами платим больше. А где-нибудь в Финляндии там наше топливо дешевле. Спасибо, Семен. Так я возвращаюсь к нашему вопросу. И как раз вот так получилось, что мы затронули это. Значит, в нынешних условиях, вот при условии, что пока ничего не сделано о том, о чем вы сказали. Не понижены акцизы, не повышены пошлины. То есть никакой поддержки со стороны государства в этом смысле нет. Такой вот глобально-экономической, скажем. Вот на чем... Как российский... За счет чего мы живем? Да, за счет чего живет российский производитель? За счет харизмы какой-то такой. Не, ну как за счет харизмы? Вы выходите к своим рабочим и говорите, ребят, сегодня зарплата будет меньше. Вы понимаете, предприятия прибыльные. Все равно прибыльные предприятия. Те, кто не прибыльные, они закрылись уже. Те, кто прибыльные, они просто меньше инвестируют в обновление фондов. Это же очень просто. У нас издержки растут, мы меньше можем себе позволить покупать новое оборудование, обновлять фонды и так далее. Это приводит к тому, что, как сказать, нужен неквалифицированный труд. Как бы фонды старые, труд неквалифицированный. Вместо того, чтобы, хоп, фонды новые, люди получают больше, люди обученные. Он там не тысячу долларов уже, или там не пятьсот долларов получает, а полторы тысячи. Он уже там не просто руками работает, он наладчик этого станка там с ЧПУ и так далее. Вот, вы, собственно, вернулись к тому сами, к тому, к чему я подводил. Я хотел поговорить о рабочих, о тех, кто работает на производстве. Как быть? То есть, мы все время говорим о том, что нам надо... Ну, там бесконечно идет дискуссия о том, что Россия без гастарбайтеров не сможет вырасти. При этом мы все время говорим, что надо создавать рабочие места. И, собственно, этот посыл адресован к производителю в первую очередь. Потому что где еще создавать рабочие места? Ну, понятно, что нефтяники тоже на буровых требуются. Или там люди, которые следят за целостностью газа и нефтепроводов. Но, тем не менее, это не такой объем людей, который нужен. Да? И при этом, при всем, значит, вот вы говорите, что проблема... Проблема мы... Нам мы не можем повышать заработную плату и не можем, соответственно, вот таким образом развиваться. Что делать? Как... И при этом, при всем, еще до кучи туда же, да, там, например, после того же кризиса, о котором мы говорили в предыдущей четверточасовке, там была такая довольно активная тема, которую продвигало государство, о том, что вот если вы потеряли работу и там что-то случилось, да, вот есть курсы, которые позволят вам поменять профессию, и даже какие-то показывали хвалебные сюжеты, как человек из офисного планктона вдруг в раз и понял, что все там, все разорился, он пошел и стал там, я не знаю, тем же наладчиком там станка с ЧПУ. Вот как это все совместить, возможно ли это совместить на нынешнем этапе? Если нет, то что для этого надо сделать? Ну, или приходится, или вы вынуждены развести руками, сказать, нет, давайте мы там сократим количество там квалифицированной силы, увеличим количество количества неквалифицированной силы за счет... Так как раз не происходит, это в никуда путь, вот если таким путем идти, это в никуда. Нет, естественно, я бы как бы сказал, что, во-первых, нет такого, что мы не платим, там, людям не доплачиваем. Сейчас рынок, человек сегодня у нас, завтра к другому ушел, если мы ему не платим. Соответственно, мы платим рыночную зарплату. Я говорил о другом, что если, допустим, кредит доступен, мы покупаем очень хорошее, дорогое оборудование. На это оборудование нужны люди другой квалификации. Мы не с рынка этих людей собираем, мы берем наши же ребят, которые у нас работают, обучаем, даем им большую зарплату, как сказать, и капитал человеческий растет, но как бы люди становятся более квалифицированными, и люди денег больше получают. То есть надо вот такие условия в стране создать, чтобы мы обновляли фонды. Но при этом еще, чтобы не было такого, чтобы увеличение зарплаты влекло увеличение ваших расходов, как руководителей и владельца компании. Вы поймите, мы же не против роста зарплаты. Я понимаю. Такого нет, что мы хотим там, и мы и не набираем. Наверное, могли бы набирать там, грубо говоря, госарбайтеров, но мы все-таки дорожим качеством нашей машины. Мы понимаем, что человек, чтобы собирал нашу машину, он должен несколько лет там где-то вот походить по производству, поработать, после этого перейти уже к квалифицированным операциям. Мы, наоборот, очень много работаем с тем, чтобы поднять уровень технических наших людей. Это как бы наша вот такая, ну, от этого просто никуда не деться. Мы же конкурируем реально с мировыми производителями. Что касается в целом по стране, ну, я думаю, вот эта вот индустриализация, которая идет, она приводит к тому, что и образование, ну, как бы нет. Зачем выпускать вот институты, зачем выпускать вот грамотных технических там инженеров? Куда они пойдут? Кем работать? Ну, один завод закрылся, другой завод закрылся. А это, как правило, крупные должны быть производства. Потому что машиностроение, оно бывает мелкое, да, оно и должно быть. Там очень много такого мелкого, например, в Германии. Много таких небольших семейных фирм, там по 40, по 50, по 100 человек. Ну, это не семья 100 человек, это просто... Я понимаю. Вот. Они такую базу создают для крупных. Крупные у них покупают. У нас этого класса вообще нет. Ну, если он есть, он там чуть-чуть где-то. Просто вот он вымыт, его нет. Нет, потому что малый бизнес, он вообще... Я не знаю, как люди работают. Вот. Крупные, отсутствуют, соответственно, такие поставщики. Крупные поставщики умирают постепенно. Ну, это как бы по всей стране происходит. Мы вынуждены идти за границу, покупать за границу, кормить иностранную рабочую силу. Сейчас комбайн на 30% состоит из импортных комплектующих. Уже на 30%. Начинали мы практически с нуля. Вот там за 10 лет, там, вот, прошло 30%. И этот тренд идет, потому что в России все дороже. Мы приходим к поставщику, он руками разводит, говорит, извините, мне проще завод закрыть. Либо подогонзи не покупайте, либо идите в Китай. Вот, вот что происходит. Куда эти люди идут? А это же часто малые города. Ну да, и градообразующие предприятия. Малые градообразующие предприятия. Это люди, причем высокая квалификация. На строении люди работают очень высокая квалификация. И она пока не потеряна, по-вашему? Ну она постепенно теряется. Это там не в секунду процесс. Ну понятно, но вот к нынешнему моменту, вот за вот эти 15 лет, как вы говорите, вот сложные 15 лет. Я считаю, очень серьезно мы потеряли и в образовании, и в индустрии. А в этом смысле у вас есть какие-то предложения по партийной линии, или может быть как-то на форуме это будет обсуждаться? То есть, например, стоит ли сейчас говорить там вот тот же садовничий, да? Потому что понятно, что человек довольно крупный в образовании, не последнюю роль, далеко не последнюю занимает. И понятно, что он может эту тему каким-то образом вынести дальше потом в свой круг. Потому что все равно есть там МИФИ, МАДИ, профильные вузы, которые продолжают выпускать специалистов, ну так или иначе, которые должны заниматься. Не идти потом сидеть в офис клерком, а которые, по идее, должны заниматься как раз развитием машиностроения в том числе. Ну как, образование это же не просто так, правильно? Человек заканчивает институт, он должен куда-то идти. Нет возможности пойти... Вот я как раз об этом и говорю, да. Есть ли у вас какая-то в этом смысле какая-то наметка на программу? Или пока об этом... Развивать промышленность... Или пока об этом рано говорить. Ну как, развиваешь промышленность... Вот у меня, я с собой, у меня простой пример. Могу про себя рассказать, я все про себя рассказываю. Вот я закончил физтех, и мои партнеры закончили физтех. То есть у нас из группы, ну, наверное, процентов 70 людей работают на американской промышленности. Там, в Америке? Конечно, там. Потому что такие люди нужны. Их, конечно, взяли. Могли бы здесь работать, но здесь вот нет такой работы. Куда идти? Вот куда человеку после физтеха, после мифи, куда он пойдет? Краткое режиме. Как быть? Как быть, что делать? Корректировать курс. Правительству слушать. Другие мнения. Они есть, присутствуют в стране. А у вас есть, кстати, вот хоть один в правительстве, хоть один... Можете назвать хоть одну фамилию человека, который, ну, по крайней мере, с вами общается? Ну, не с вами лично, но, так сказать, с сообществом общается. С нами общаются все. У нас такой проблемы нет. И как-то поддерживает, ну, или там что-то, по крайней мере, каким-то образом поддерживает. Ну, вы понимаете, ну, персонально... Это должно быть некое объединение. Много людей. Там наш союз, еще какой-то другой союз. Там, может быть, форум экономический, партии, может, какие-то. То есть это более широкая дискуссия должна быть. Ну, дай бог, чтобы на ваш форум, который состоится 20-21 марта, пришли не только производители, но и люди, которые... Дворку, вот, отлично. Это была программа «Про и Контро». Встретимся ровно через неделю на Финам ФМ. С вами был Константин Андреев. Хорошего дня.